Ну вот соратники, вот классные свидетельства ядерного удара. Вот лупили вон оттуда с моря, и вот там вот остался оплавленный кусочек скалы. Вот свидетельства того, что шли дожди, кислотные дожди, вот где не покрыто вот этой глазурью. Вот следы того, что вот выбоины, выпали кислотные дожди. Потом они покрылись вот этой вот глазурью, но она то и продолжали идти кислотные дожди. Вот таких вот вещей полно. Но самое интересное, мы идем вот сюда, и здесь следы того, что говорит гарантированно об ядерном ударе. Оплавленные скалы. Вот следы оплавления. А потом были дожди кислотные. Вот оно, оплавление локально, вот тут кусок. Вот вся поверхность, вот тут был взрыв. Вон оттуда лупили. Корабли заходили вот с моря, в тарелочки, и лупили лучами здесь по береговой обороне. Сначала просто прощупывали, где тоньше поля, а где могли, просто облучали, чтобы взрывом уже, радиацией, излучением убить людей. Чтоб некому было защищать. И вот следы вот этого. Вот это глазурь. Оплавление, не знаю как сказать. Это вот расплавленный камень, вот он. А потом тут выпали осадки, радиоактивные осадки. И вот это вот глина, глазурь. Какие еще нужны кому доказательства. И таких мест свидетелей ядерного удара полно. Есть и ядерные воронки, есть оплавленные колонны, есть вот оплавленные скалы. Я показывал расплавленные ступеньки. И в Египте есть такие, в Греции есть такие. Много где? Где еще не уничтожили. Стараются везде такие места уничтожить. Но вот не все, не всю природу можно уничтожить. Я еще сделаю ролик о таких же вот горах, вот таких вот въеденных, оплавленных радиоактивными осадками. Добра, соратники, до новых встреч!